Грош в квадрате Но это еще и прекрасные игрушки, которые вы видите сегодня у нас здесь Игрушки, которые предоставили нам наш постоянный участник Московский детский фонд и фирма Либерти Нравятся вам игрушки? Да! Хотите их выиграть? Да! Ну что ж, вполне возможно, что у вас мечта избудется Но для этого вам надо постараться Постараться, то есть быть активными И попытаться отгадать те ребусы, которые мы для вас загадали Хочу сказать, что тема нашей сегодняшней игры Грибы Вот сейчас лето, скоро осень, уже грибная пора Много грибников в зале? Да! Ну? Во сколько! Ну, значит, если у вас много у нас в зале грибников, значит, вы должны знать название грибов Правда, я думаю, что сегодня будут загаданы такие названия, с которыми многие из вас еще не знакомы Потому что наша передача — это не просто игра в ребусы, это еще и познавательная игра Ну что ж, тема грибы Первый наш четвертьфинал И я представляю наши команды Команда Орленок! У них есть даже свой девиз Насколько я помню Орлята учатся летать Орлята учатся что? Считать Нет, Орлята учатся разгадывать ребусы Или вы уже умеете разгадывать ребусы? Умею Умеете? Вы сегодня готовы, Орлята, сражаться с командой «Класс»? Да Сколько игр вы уже выиграли? Две Две Самый молчаливый, но я считаю, самый сильный в этой команде Женя Цупрон, 12 лет АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот у нас есть любимая порода Собак, есть любимая порода кошек Денис, твоя мечта Заниматься вот палеинтологией Твой, твоя любимая порода динозавров Целлюрозавра Кто? Целлюрозавра Я первый раз такое слышу Что оно из себя представляет? Ну, это хищные динозавры Хищные динозавры Вот так встретишься с хищным динозавром Любимцем Я помню, у нас на одной передаче кто-то мечтал вообще Маленького динозавра иметь дома Денис Дервас, 13 лет И так скажем, фундамент команды Стоп ее Капитан команды Катя Акильчевская Все вам, вы сколько игр выиграли? Две Тоже две, значит Две Вы выиграли игры две, Орленок Сегодня решающая для вас игра Правда, у вас есть еще один шанс Кто у нас выигрывает две игры Всегда имеет право на матч-реванш Так что, если даже проиграете сегодня Не огорчайтесь У вас есть еще один шанс На выход в полуфинал Команда Класс С 1С Я ее, эту команду еще называю Аббревиатурная команда Потому что свое название Они составили из Первых букв своих имен Кирилл Колесников, 14 лет Лена Соленова, 13 лет Как в ребусах К мы отгадали Л мы отгадали А теперь остается АС Четвертого игрока не хватает Но так как капитан команды Сева Алексеев Или точнее Алексеев Сева получается у него Так и получается Команда Класс с 1С Вот Сева Я тут очень много Рассказывал о команде Орленок Говорил, какой у них девиз А вот я вашего девиза не знаю Может быть у вас девиз Класс С двумя С? Да Прекрасно Начинаем тогда нашу игру Команда Орленок Пульт управления в ваших руках Нажимайте на кнопочку Игра Сектор игра Ой Я прошу прощения Мне показалось Сектор гость И сразу же выпадает Сектор гость Фирма Либерти Приготовила для вас сюрпризы Четвертьфинал все-таки Но я предупреждаю Вопросы очень сложные Внимание на экран Руки на кнопочках Вопрос гостя Я смотрю У команды Класса Зажигается лампочкой Команда Класс Готова ответить На наш вопрос Вопрос нужно задавать? Да Хорошо Вы знаете Что бывают сумчатые животные Ну например кенгуру Но оказывается Существуют сумчатые грибы Название одного из них Зашифровано в этом ребусе Понятно Ну и так Все-таки Как Называется этот гриб? Кто отвечает? Я отвечу Сева Алексеев Сева Алексеев Отвечает Капитан команды Так Слушаю Сева Этот гриб Называется трюфель Как? Трюфель Трюфель? Трюфель Трюфель? Да По-моему так Называется конфеты Трюфель Ну я не знаю Если ты так уверен Можешь разгадывать ребус Ну в первом ребусе Шифровано Трюфель И заменяем на Ю Будет трюф Во втором ребусе Образован автомобиль Марки Опель Первую букву Вычитаем Будет я Эль Получается трюфель Ну абсолютно точный ответ Как я не пытался Запутать сего Он даже Выдохнул тяжело Действительно Я хотел узнать Сдал что есть такое Название грибов Когда нибудь видел его? Конечно Видел? Нет я не видел Но я знал Знал что есть такое Название грибов А никогда не видел? Нет А вот ты знаешь Вот он Странный вот такой Гриб сумчатый Да у него есть сумка И вот Сумка это его корневые плоды Вот плоды которые Вот миссисты они так Они все под землей находятся Абсолютно правильный ответ И призы от фирмы Либерти Ну что ж Прекрасный ответ Ход перешел команде Класс Нажимайте на кнопочку Игра Сектор игра На другую кнопочку Сто грошей Сто грошей Внимание на экран Поздно нажали Команда Орленок Там уже горит Там уже горит лампочка Там уже лампочка горит Команда Класс Опять опережает Команду Орленок Зажигается лампочка Ответ вы уже знали Насколько я понял Да Денис? Знали Но не успели Нажать Я забыл сказать Сектор гость У нас был оценен Семьдесят грошей Поэтому у команды Класс Семьдесят грошей А у команды Орленок Ноль Пока Итак Команда Класс Сева Говорил Задавать вопрос Задавать Задавать Здесь зашифровано Название Трубчатого гриба Он будет отвечать Кирилл Что? Кирилл будет отвечать Кирилл будет отвечать Да Кирилл Отвечай Ну я считаю Что этот гриб Называется козленок Я не могу По-моему козленок Это из сказки Семеро козлят и волк Почему козленок? Судя по ребусу Судя по ребусу Кто-нибудь знает Что есть такой гриб козленок? Да Есть такой гриб козленок? Действительно это козленок И действительно Есть такой гриб Кирилл, а ты не знал Наверное Что есть такой гриб По ребусу догадался Ну молодец Еще он называется По-другому Козляк И другое его название Ну Расшифровывай ребус Кирилл Итак На первом ребусе К О З Получается коз На втором ребусе Мы видим плуг Отнимаем первую И две последние буквы Остается Л И на третьем ребусе Ё на К Ну так как А Мы заменяем на А Получается Ё-нок Ё-нок Козленок Исчерпывающий ответ Исчерпывающий ответ Призы от фирмы Либерти Команда Орленок Берет тайм-аут У нас в гостях Группа тип-топ Студия А плюс Б Из города Иваново АПЛОДИСМЕНТЫ Шорти Алисон 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 Подружка ты моя Алисон Только моя Да я твоя Алисон Подружка ты моя Алисон Даже хитрее Она, чем Лина Сердце так поет Алисон Да еще леее Шмурт твой я Она, как Лина И как Моралина Хитрее, умнее, чем Крайней Их, как Кокошка, как Шалот О, ля-ля Алисон Подружка ты моя Алисон Только моя Да я твоя Алисон Подружка ты моя Алисон Даже хитрее Она, чем Лина Она прекрасно, хороша Она смогла, красива Беру, чем Лина Беру, чем Лина Их, как Кокошка Их, как Кокошка Подружка ты моя Алисон Подружка ты моя Алисон Подружка ты моя Алисон Подружка ты моя Даже хитрее Она, чем Лина По-английски ей я скажу I Love you У итальян Гути loves Итали Амо Ты, 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 амо Ты, ты, ты скажи Люблю я Ты, 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 амо Ты, ты, твои скажи Люблю я Алисон Подружка ты моя Алисон Подружка ты моя Алисон Алисон Шалот Просто Connections Аллисон, подружка ты моя, Аллисон, даже щедрее она, чем Лина. Аллисон, она как Лина, Аллисон, как Мара Лина. Аллисон, щедрее, чем Каралина. Аллисон, захотливей, Аллисон, чем Шарлот. Аллисон, чувствуй я, о-ля-ля. Алисон, подружка ты моя, Алисон, мама явная твоя. Алисон, подружка ты моя, Алисон, доживший трейд, а дочерина. Алисон, смотри. Алисон, подружка ты моя, Алисон, мама явная твоя. Алисон, подружка ты моя, Алисон, доживший трейд, а дочерина. Алисон, подружка ты моя, Алисон. Алисон, Алисон, подружка ты моя, Алисон, Алисон. Ну что, команда Орленок, пришли в себя после песни? Да. Да? Да. Собрались, духа? Ну то, что 170 грошей выигрывает команда класс, а у вас всего 0 грошей, это еще не поражение. Вся игра впереди, помните это и достойно сражайтесь, вы же сами сказали, надеемся выиграть. А мы продолжаем игру, ход у команды класс, нажимайте Сева на кнопочку игра. Сектора игра. 60 грошей. Помним, тема у нас сегодня – грибы. Не забыла. Внимание на экран. Я чувствую, я чувствую, что команда класса. Подготовилась к сегодняшней игре очень хорошо. Сева задавать вопрос? Да. Синяк. Это ягод. Хорошо, здесь зашифровано название еще одного трубчатого гриба. Отвечает Колесников Кирилл. Опять Колесников Кирилл. Как что так Колесников Кирилл? Кирилл, предупреждаю. Неправильный ответ сразу минус 60. Четкий ответ. Что же все-таки здесь зашифровано Кириллом? Как называется этот гриб? Этот гриб называется синяк. Как? Синяк. Си? Синяк. Синяк? Да, насколько знаю, синяк всегда под глазом бывает. И что, и гриб такой есть синяк? Скорее всего. Что скорее всего? Ты когда-нибудь видел такой гриб синяк? Нет, я такой гриб не видел. Ты думаешь, вот кто-нибудь синие грибы видел? Да. Синие грибы? Да. Разве есть синие грибы? Да. Вот они все с тобой соглашаются. И я вынужден тебе дать возможность разгадывать ребус. Значит, на первом ребусе мы видим, как с И скатывается М. Получается син. А может быть, Н скатывается с И? Может быть, инси? Нет, мне все-таки кажется, что первый вариант. Первый вариант син. Ну ладно. А второе животное, это, наверное, як? Нет, это не як. Это не як. Было бы, кто это як? Ну, даже если як, что тогда получается? Синяк. Синяк. Абсолютно правильный ответ! Кирилл, а что ж ты засомневался, когда я сказал, что это не як? Ну, а первое... Ты был уверен, ты в животных лучше разбираешься, чем в грибах, да? И в ребусах лучше разбираешься, чем в грибах. Намного. Действительно, это синяк. И этот гриб, его называют синяк, потому что он очень похож на белый гриб. Но вот у него на ножке вот так, вот это синее пятно, у него ножка синяя, ножка синяя, вы понимаете? И поэтому-то он так и называется, синяк. Действительно, есть такой гриб. Синяк. Двести тридцать грошей! У команды класс с одним С. И, по-моему, вы настолько вперед убежали от Орленка. Орленок, взлетать-то будем или нет? Или вы в страуса превратились? Только бегом догонять будете бегом? Класс оправдывает свой девиз. Класс с двумя С. А вы вот свой Орленок. Может быть, действительно, вы еще учитесь ребусы разгадывать. Продолжаем игру. Сева, нажимай на кнопочку «Игра». Шанс. Сектор «Шанс». Уважаемые телезрители, сектор «Шанс» — это ваш сектор. Вам дается шанс выиграть одну из игрушек фирмы «Либерти», которая находится у нас в студии. Вы присылаете нам ваши ребусы, сложные, интересные, и пусть будут они короткие. И если участники не смогут ответить на ваш вопрос, то эта игрушка будет вашей. Ну что ж, сектор «Шанс». Внимание на экран. С вами играет Рита Крылова из города Тулы. Ну что ж, я не понял, команда класс. Вы хотите и наших телезрителей обыграть? Я насколько понимаю, да? Что такое? Что ж вы сегодня так сильно подготовились? Кирилл, и опять ты будешь отвечать? Наверное. Наверное. Ну хорошо. Ну как понятно, здесь зашифрован гриб. Как называется этот гриб? Я думаю, этот гриб называется «пыльник». Как? Пыльник. Слушай, откуда ты такие слова вообще знаешь? Пыльник. Из ребуса. Да я тебе энциклопедию сейчас принесу, ты не найдешь такого гриба, который бы назывался «пыльник». Уважаемая Рита Крылова, к сожалению, вы проигрываете. Действительно, действительно, как не был сложен ваш ребус, как не был сложен ваш ребус, все-таки действительно, Кирилл сегодня хорошо подготовился к передаче. Гриб так и называется «пыльник». Вот когда я прочитал это в письме у Риты Крыловой про этот гриб, что есть такой пыльник, я засомневался. Я посмотрел в энциклопедию, и там я действительно не нашел название этого. Но зато я нашел в словаре Ожегова, действительно, есть такой гриб – пыльник. Ну что ж, Кирилл, разгадываем ребус. Итак, на первом ребусе мы видим пол мягкого знака. Так как это одна вторая, то, соответственно, пол. Здесь букву О мы меняем на И. Получается «поль». А богиня… Как поль? А, пыль. Пыль. А богиня Победы в древнегреческой мифологии – это «ника». Отнимаем одну букву с конца, получается «ник». В результате получается «пыльник». Ну, абсолютно правильный ответ и игрушка. Вот эта прекрасная игрушка. Енот-кантри, как меня просили наши уважаемые эксперты, принадлежить тебе, Кирилл. Потому что всю погоду в нашей игре делаешь ты. Почти все ребусы разгадал ты. Команда «Орленок», к сожалению, у вас ноль грошей. У команды «Класс» уже… 130. А, 230. 230 грошей. Я не знаю, сумеете ли вы их догнать или перегнать. Но мы продолжаем игру. Мы продолжаем игру. Сева, нажимай на кнопочку. Сектор игра. 90 грошей. 90 грошей – призовой сектор. Если сейчас выигрывает команда «Класс», то она досрочно выходит в полуфинал. Я сделаю сейчас небольшую подсказку. Вот есть такой анекдот. Вот есть такой анекдот. Петька прибегает к Василию Ивановичу, понимаешь, и говорит «Василий Иванович, в лесу белые!» А тот отмахивается и говорит «Петька, да не до грибов сейчас!» Вот именно здесь и зашифровано название вот этого гриба. 90 грошей. Шумит амфитеатр. Поднимает руки. А у команды «Класс» зажигается лампочка. Итак, кто отвечает? Я отвечу. Сева отвечает. Ну, наконец-то капитан команды решил взять штурвал в свои руки. Этот гриб называется «Боровик». 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 «Да». Я сказал «Белый». «Боровик». 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 «Что?» «Белый» есть «Боровик». «Белый» есть «Боровик». «Боровик». «Ну, абсолютно правильно, действительно!» «Другое название белого гриба – это «Боровик». Ну, что ж, Сева, разгадывай ребус». В первом ребусе изображен химический элемент «Бор». Во втором он стоит «В-И». Получается «Боров-И». А в третьем изображен ключ. Три последние буквы отнимаем, получается «К». Вместе «Боровик». Исчерпывающий ответ. Призовой сектор и призы от фирмы «Либерти». Спасибо. Продолжаем игру, да? «Да!» Так продолжаем игру? «Да!» Ну, а как мы можем продолжить игру, если у нас выявился досрочный победитель? Команда «Класс» набирает 320 грошей. Выходит в полуфинал, имея в запасе у себя 20 грошей. К сожалению, команда «Орленок» сегодня вообще у вас пустые полки. Просто пустые полки. А ведь вы поднимали руку и говорили, что вы в грибах хорошо разбираетесь. Оказывается, не главное в грибах хорошо разбираться, а главное в ребусах в нашей игре хорошо разбираться. Но не огорчайтесь, не огорчайтесь. Вы уже стали членами клуба «Грош в квадрате», поэтому будете уже в новом цикле играть без отборочных туров. Утешительные призы от фирмы «Либерти» и Московского детского фонда. Ну и, конечно же, победителем сегодняшней игры призы от фирмы «Либерти» и Московского детского фонда. Ну что ж, завершился наш второй четвертьфинал. Первого полуфиналиста мы уже знаем – это команда «Совенок». Второй полуфиналист – команда «Класс» с одним «С». С командой «Класс» мы встретимся в полуфинале, а вот с командой «Орленок» мы встретимся в матче-реванше. Так что удачи вам, команда «Орленок». Уважаемые телезрители, я с вами прощаюсь. До встречи через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова